Торнадо Энерджи! Это Стальной Охотник и топовые проблемы там. Но прежде чем продолжить, хотелось бы поблагодарить вас за то, что в прошлом видео вы оказали поддержку, на которую я просто не мог рассчитывать. Вы накидали такое количество лайков, что я аж офигел. Надеюсь, под этим видео вы также накидаете огромное количество лайков. И как и обещал, вот вам 10 победителей из прошлого видоса. Сейчас они у вас будут появляться на экранах. Эти люди уже выиграли по 1000 игрового золота. В начале следующего месяца им будут начислены автоматические призы на аккаунты. И, ребят, в этом видосе тоже разыграю голду. Поэтому ставьте лайкосы. Кому не нравится, ставьте дизлайк. Все равно примите участие в розыгрыше. Лишь проголосуйте только видео, понравилось, не понравилось. Ну и, конечно, конечно, по традиции, пишите комментарии со своим танковым ником. И я предлагаю вам написать комментарий, играли ли вы в Стального Охотника. И если играли, встречали ли вы там игроков, которые незаконно объединяются в команды. Так называемый тимминг. Что есть тимминг? Тимминг — это когда игроки заходят в бой и играют в соло-режиме не против друг друга, а объединяются как бы в неформальный, неофициальный звук. Дело в том, что режим Стальной Охотник — это режим на выживание. Там должен победить сильнейший. Кому повезет больше, кому удача будет на стороне на его. Ну и кто по тактике сыграет лучше. Но если объединились несколько игроков против соло-игроков, они не стреляют друг в друга, они стреляют только по противникам. В конце они, конечно, решат, кто из них получит топ-1, кто не получит. Ну, в общем, вы поняли, да? Но тимминг во всех батл-роялях, как минимум, очень сильно запрещен. Объединение в команду, будь то взводная игра, да? У нас есть взвода, 21 человек, когда играют в Стальной Охотник, будь то соло-игра. Это все категорически, ребят, запрещено. И во всех играх за это идет перманентный банк. Что в танках? Разработчики как будто не знали, что в батл-роялях люди могут объединяться. А может быть и знали, но просто подумали, что, ай, ладно, и так прокатите по режиме на постоянку, будем мы еще заморачиваться. Поэтому у нас, на ру-регионе, нет никаких правил, запрещающих тимминг, нет никаких ограничений на то, чтобы люди просто-напросто по счету 1-2-3 заходили в бои, ну и просто-напросто выигрывали, портя катки всем остальным. А ведь есть еще блогеры, ну ладно, блогеров не так много, но они играют на реальные деньги. И представляете, как обидно? И ведь никаких доказательств того, что ты нарвался на тимминг, предоставить очень тяжело. Дело в том, что разработчики даже не позволяют в этом режиме записывать реплеи. Мне непонятно, по какой причине разработчики выключили реплеи в режиме стальной охотник, но они там просто-напросто не пишутся. Даже если они у вас включены, они не пишутся. И что мы видим? В азиатском регионе, есть у нас, ребят, еще и азиатские танки, так называемые дальние, там американские, азиатские танки. И там быстренько, после того, как увидели, что люди стали объединяться в неформальные команды, выпустили дополнительную новость, где сказали нет никакому тиммингу. Мы запрещаем с момента выхода этой новости, прямо вот с этого гребаного момента, мы запрещаем использовать тимминг и будем за это банить игроков. Правда, они как-то лояльненько банят, я вот сейчас в переводе посмотрю, ребят. За первое нарушение 3 дня, за второе 7 дней и за третье нарушение game ban until the end. А, бан до конца режима стальной охотник. Ну, минимум 7 дней. Ну, что я могу сказать? Очень лояльные все равно правила, не очень сильно они и наказывают. И знаете, в чем еще проблема? Они говорят, если вас затимили, вы, пожалуйста, запишите этот момент, то есть у вас компьютер еще должен не просто тянуть режим, который, блин, еле живой. В смысле, по FPS, он просаживает FPS и на слабых ПК не идет. А вы еще на своих слабых ПК, играя в этот режим, еще запишите видео. Выложите это видео на YouTube и мы будем разбирать каждую ситуацию и будем наказывать негодяев. Стоит ли говорить, что в этом случае это очень сложно, скажем так, реализовано и это не поможет особо сильно против игроков с тиммингом, которые объединяются и просто портят жизнь всем остальным. Я уже не говорю про то, что в Азии хотя бы что-то попытались сделать. У нас в Ру-регионе тишина, у нас тимминга нет. Мне сегодня на стриме просто-напросто игроки все уши прожужжали, достали люди, которые объединяются в команды. У меня есть подозрение, что я на стриме тоже таких встречал, но, к счастью, я от них умудрялся убежать. Ну просто, когда на тебя едут два танка, это очень подозрительно и не перестреливаются между собой. Можете мой стрим посмотреть. Там были некоторые спорные моменты, но были некоторые и... ну ладно, все моменты всегда спорные, иначе бы я бы уже доказательства нашел. Это беда, ребят, это настоящая беда. Поэтому я со своей стороны, надеюсь на ваш лайк, но мы кое-что сделали. На моем сайте протанки.тв. Ссылочку я оставлю в описании на этот мод. В принципе, там же и на сайт вы найдете ссылочку. Мы сделали мод, который включает реплеи в гребаном режиме Стальной Охотник. Режим шикарный, интересно играть, нервы наколены, интерес есть, что-то новое на танковом движке сделать. Это прям вот, знаете, я PUBG очень люблю. И Стальной Охотник мне зашел, мне прям кайф там катать. И зрители на стриме прям вместе со мной переживают, многие пишут, ощущение, как будто мы сами играем. Шикарный режим, ребят, ну правила-то доведите до конца. В общем, кто хочет писать реплеи, оставляю мод в описании будет. Вставите мод, очень просто ставите, там подробные инструкции есть. Закидывайте и начинайте записывать реплеи. Это будет ваше доказательство, если вы нарветесь на плохих игроков. Но, опять же, если это не запрещено, на кого вы будете жаловаться? В правилах запрета на тимминг нет, поэтому обращаюсь от лица всех игроков к разработчикам. Почему в Азии сделали, а вы не можете? Мод есть, игрокам даже не придется записывать видео, они могут в ЦПП предоставить реплей. Нету функционала пожаловаться, нет вообще никакого функционала обвинить человека в нечестной игре в этом режиме. А тимминг есть, надо что-то с этим делать. Я понимаю, что режим не на постоянной основе и особо переживать по поводу его не стоит. Но, ребятки, ну давайте что-то сделаем, хотя бы выпустим правила и напряжем ЦПП. Пусть они разбирают тимминг. Реплеи мы предоставим, игроки предоставят возможность реплея. Ребят, вас, игроков, прошу поддержать видос лайкосом. Просто, чтобы разработчики, ну, увидели их. Иначе, ну, что это за видос, в котором три лайка стоит, да? Тьфу, его никто не видел, его никто не поддерживает. Есть какой смысл? Смысл есть. Надо с этой чертовщиной бороться, я не знаю, ребят. Реплеи мы выкладываем, но это все, что я со своей стороны могу. Плюс обратиться к разработчикам. Дальше, ребят, зависит от вас, от вашей поддержки и от разработчиков. Кстати, там же на сайте, ребят, можете найти инструкцию, как быстро и без вообще лишнего геморроя получить новый пакет отель, который за твич дается, вот эту вот прайм-подписочку. Там два прем-танка, уникальный командир, премиум-аккаунт, дни премиум-танкового аккаунта, в смысле, там, боевые задачи на X5 опыт. Короче, вот это вот все, там, найдете, ссылочку тоже оставлю в описании. Он так и называется, отель. Пакет отель. Теперь немножечко про баги. Завтра я записываю видео 28-го, 29-го выходит, что патч 1.6.04, по-моему. Короче, патч 1.6 будет рекордсменом по багам, чувствую, и будет рекордсменом по микропатчам. Завтра, вот буквально пару дней назад вышел микропатч, в понедельник, в четверг выходит еще один микропатч. И я не ругаю здесь разработчиков, ребят. Я отлично понимаю, что если баги есть, их надо править. Огромное количество багов правят. И я не могу их ругать по той причине, что я сам сегодня вот пак выпустил, и в одном месте в конфиге допустил одну ошибку, не поставил запятую, и из-за этого на радостях пишу вам, ура, вышел релиз на XVM, я его добавляю в сборку, обновляйтесь. И что? Я запарываю конфиг, у всех не работает XVM. Я сейчас все это исправляю, все будет. Ну, в любом случае, 29-го выходит микропатч, там уже все будет исправлено, вы в любом случае получите уже все исправленное. Но я сам косячу. И любой человек, который что-то делает, он не застрахован от ошибок. Поэтому за косяки разработчиков я не виню. За микропатчи тоже не виню, что они часто... Да, неприятно, но это необходимость, ребят. Те, кто играют без модов, их вообще эти микропатчи не замечают. Ну и последнее. Что будет по фикшенам? Будет по фикшен баг, от которого у многих, кстати, сильно пригорело, они мне просто заспамили личку. Когда на миникарте танк уже пропал из-за света, то есть вы его вот так визуально не видите, а на миникарте светит, что он там есть. Очень сильно дезинформирует. И это, ребят, без модов, и это разработчики чинят. Потом, ребят, линию фронта чинят. Дело в том, что на линии фронта куча багов была, вплоть до того, что вы возрождались на танке после смерти. Ну, после того, как вас уничтожили, вы возрождались, и у вас вот эта вот миникарта огромная, где вы выбирали, где вы возрождаетесь, не исчезала. И вы перемещаться могли, только глядя на свой индикатор на этой миникарте, как вы ездите. Она не убиралась никак. Это тоже мне писали, и это тоже без модов воспроизводится. Еще куча различных мини-багов, там, интерфейсных и так далее. Все это будет по фикшенам. В общем, я не люблю, когда патчи откладывают надолго, потому что, ну, играя с багами, я сам выпускаю модпак, иногда по несколько раз на дню, если нашел баг, не откладываю, потому что понимаю, что из-за багов у кого-то может пригореть, у кого-то может сорваться хорошая игра. Поэтому в микропатчах, ребят, как бы кому не бомбило от них, я разработчиков поддерживаю, что микропатчи нужны. Потому что, ну, если есть косяк, его надо править. С другой стороны, конечно, хотелось бы меньше косяков, но никуда здесь не денешься. Поэтому еще раз, ребят, прошу вас поддержать в самом главном вопросе этот видос, этот тимминг, чтобы разработчики что-то с ним сделали. Достаточно просто правил выпустить. Реплей мы уже запустили. Ну и напрячься ПП, пусть банят. Не так много игроков объединяются в тимминг, но они многим другим играют мешать. Тьфу, мешают играть. А я слова путаю. Все, ребят, спасибо, что поставили лайкос, подписывайтесь на канал и до скорых встреч. До свидания.